Итак, наша задача сейчас разобрать, каким образом нервный импульс передается от одной клетки другой или от нервной клетки миосимпласт. В основе нервного импульса лежит потенциал действия, то есть определенные изменения заряда мембрана клетки, который распространяется по всей мембране. Передача этого потенциала действия между нервными клетками осуществляется с помощью синапсов. Перед вами структура синапса, которая включает в себя три части. Это пресинаптическая мембрана, синаптическая щель и постсинаптическая мембрана или мембрана, например, другого нейрона или рабочей клетки. Когда нервный импульс в виде потенциала действия доходит до окончания аксона одной нервной клетки, происходит цепь событий, которые приводят к высвобождению нейромедиатора, в данном случае ацетилхолина, в синаптическую щель, к его взаимодействию, этого медиатора, с рецепторами на постсинаптической мембране и инициации возникновения потенциала действия на мембране постсинаптической. Как это происходит? Вы видите на этом анимационном ролике окончание аксона одной нервной клетки и постсинаптическую мембрану другой нервной клетки. Когда происходит достижение потенциала действия окончания аксона, этот потенциал действия, этот импульс, открывает специальный потенциал зависимые кальциевые каналы. Вот эти зелененькие белковые комплексы. Это приводит к высвобождению содержимого секреторных визикул, то есть к высвобождению ацетилхолина в синаптическую щель. И молекулы ацетилхолина затем связываются с этими розовыми леганд-зависимыми натриевыми каналами. То есть это такие натриевые каналы, которые открываются только тогда, когда с ними связывается ацетилхолин. Это приводит к тому, что натрий, которого больше вне клетки, проникает в большом количестве внутрь клетки. А это приводит к изменению заряда на мембране. То есть если в норме снаружи мембрана заряжена положительно, а внутри отрицательно, то после того, как натриевые каналы, сделаем откатку назад, открылись и запустили внутрь клетки избыток катионов натрия, они своими положительными зарядами перезаряжают внутреннюю поверхность мембраны с минуса на плюс. Вот это изменение заряда и называется потенциалом действия или попросту нервным импульсом. Этот процесс каскадный. И деполяризовавшись в одном регионе, мембрана начинает деполяризоваться в других своих частях. Как это происходит, посмотрим на другом видео. Итак, перед вами типичная структура иннервации мышечного волокна нервным окончанием. Нервный импульс, проходя по аксону нейрона, достигает терминалей аксона и передается на мышечное волокно. Вот эта точка соединения терминалей аксона и мышечного волокна называется нервно-мышечной бляшкой. Действительно, оно похоже на блинчик, расположенный на поверхности миосимпластов. Вот это терминали аксона, то есть окончание аксона, они ветвятся. Вот, собственно, подсвечивается моторная бляшка. И механизм передачи нервного импульса состоит из нескольких этапов. На первом этапе происходит передвижение нервного импульса от сомы до терминали аксона. Это приводит, как вы видели из предыдущего видео, к тому, что потенциалозависимые кальцевые каналы, на этом видео они вот слегка заметны такие розовенькие, открываются и пропускают в цитоплазму терминали аксона катионы кальция. На третьем этапе катионы кальция позволяют синаптическим визикулам экзоцитировать свое содержимое наружу. А это содержимое представлено медиатором ацетилхолином, который находит соответствующие рецепторы на поверхности постсинаптической мембраны. То есть в данном случае это будет мембрана мышечного волокна. Вот они, зелененькие ацетилхолиновые рецепторы. Когда происходит взаимодействие черных молекул ацетилхолина с зелеными молекулами рецепторов, эти рецепторы, представляя собой каналы, открываются. И через эти каналы внутрь мышечного волокна проходит огромное количество натриевых ионов. Посмотрите, красные шарики. Также возможно и проникновение в обратную сторону катионов кальция. Вот это перераспределение ионов снаружи и внутри клетки вызывает возникновение потенциала действия. Того самого потенциала, который в конечном итоге приведет к высвобождению катионов кальция в мышечное волокно. Вот вы сейчас видите, как это происходит. Передача этого нервного импульса саркоплазматическому ретикулому. После чего мышца сокращается. Но для того, чтобы закончить процесс передачи нервного импульса, посмотрим, что происходит потом, после того, как мембрана деполяризовалась. А затем молекулы ацетилхолина начинают открепляться от этих рецепторов, что вы видите сейчас на экране. И специальные ферменты, они называются ацетилхолинэстеразы фиолетовые, которые присутствуют в асиноптической щели в большом количестве, начинают молекулы ацетилхолина дробить, расщеплять на две части. На холин, этот голубенький шарик, и остаток уксусной кислоты. Холин затем проникает, я сделаю откатку назад, вот они, такие лазурного цвета шарики холина, проникают обратно в прессиноптическое окончание аксона через специальные каналы. А проникают они обратно для того, чтобы участвовать в регенерации медиатора, в регенерации ацетилхолина, где он снова, этот холин, провзаимодействует с остатком уксусной кислоты и превратится в активный медиатор. Вот таким образом происходит передача химического импульса от одной клетки к другой. На этом видео мы можем посмотреть в совокупности, как происходит передача нервного импульса со всеми молекулярными механизмами, открытием-закрытием различных ионных каналов от клетки нейроцита к мышечному волокну. Перед вами работа рефлекторной дуги, которая состоит из трех, в данном случае нейронов, чувствительного, вставочного и моторного. Каким же образом нервный импульс проходит столь длительный путь, который мы называем рефлекторной дугой? Если посмотреть поближе, то мембрана нейрона представляет привычный нам билипидный слой, в котором встроено огромное количество самых разных белков. Вот вы видите работающий всегда и во всех условиях натрий-калиевый насос, который закачивает внутрь клетки калий и выкачивает натрий. Причем закачивая два калия внутрь, он выкачивает три натрия наружу. Это приводит к тому, что снаружи накапливается больше положительных зарядов, чем внутри клетки. Таким образом, клетка в норме, в покое, заряжена таким образом, что наружная поверхность мембраны имеет положительный заряд, а внутренняя поверхность отрицательная. Это так называемый потенциал покоя. Он отрицательный всегда. В сумме минус 65 мВ. Но когда проходит нервный импульс, то, что сейчас вы можете видеть, открываются натриевые каналы. Потенциал зависимой натриевые каналы, которые запускают внутрь клетки кучу катионов натрия из вне клеточного пространства. Вот сейчас вы видите, как множество таких потенциалов, которые мы называем нервными импульсами, проходят по клетке, через ее тело, копятся в так называемом аксональном бугорке, и, достигнув определенного значения, я имею в виду значения потенциала, передвигаются затем и по самому аксону. Это передвижение нервного импульса происходит следующим образом. Сначала открываются натриевые каналы. Посмотрите на график. Потенциал растет. Заряд увеличивается до плюс 25 мВ. Но клетка в таком состоянии долго находиться не может. И потому через несколько миллисекунд происходит открытие калийных каналов, фиолетовых, которые выпускают из клетки избыток катионов кальция. И потенциал снижается. Снова опускается до отрицательных значений. Затем идет активная работа натрия-калиевых насосов. Потому что в данный момент, после проведения нервного импульса, мы имеем внутри клетки и снаружи клетки одинаковую концентрацию катионов натрия и калия. Чего быть не должно в норме. Должно быть снаружи больше натрия, внутри больше калия. Этому способствует постоянная непрерывная работа натрия-калиевого насоса. Ну и собственно, когда этот самый импульс, потенциал действия, доходит до терминалей аксона, который передает этот нервный импульс другой клетке, происходит цепь событий, с которой мы уже с вами знакомились. Открываются кальциевые каналы, которые запускают высвобождение нейромедиатора. Пожалуйста, то, что сейчас происходит. Его затем связывание с рецепторами постсинаптической мембраны, которые являются, по сути дела, натриевыми каналами, легандозависимыми натриевыми каналами. Внутрь клетки заходит много натрия, мембрана деполяризуется, и у новой клетки возникает потенциал действия. Вот как электрический импульс химическим путем через химический синапс передался от одной клетки к другой. Конечно, то, что происходит в жизни, происходит гораздо быстрее, чем то, что мы видим сейчас на экране. Время передачи нервного импульса минимально. Скорость передачи нервного импульса в некоторых волокнах достигает 120 метров в секунду, а это около 400 километров в час. То есть практически скорость пикирующего самолета. Академия со словом «Академия»